Я выбрала фото-журналистику, так как она соединяет два моих любимых дела. Это фотография и журналистика. Я фотограф-любитель, люблю снимать интересных людей, природу. Люблю брать интервью, общаться с людьми. Учимся мы работать с кадром, работать с изображениями, работать с мероприятиями, которые происходят у нас вот там вот на всех площадках. Работаем мы 24 часа в сутки, мы не спим, мы не едим. Ходим в обнимку с фотоаппаратами и отвечаем за то, чтобы все было красиво. Поставляем контент для сайта, для газеты. Сейчас я вас сфотографирую. Своими руками пробуют различные опыты по нанотехнологиям. Самые доступные, самые простейшие. Можно взять человека с улицы, дать ему в руки вот эти все материалы, и человек предложит свои идеи, которые совершенно неожиданные. И это для нас, например, для нашей лаборатории наиболее ценно. Уже эксперименты проводим, всем ребятам нравится. В принципе, я все знал, то есть, как бы, ну, более глубоко изучил закон омоприменения. Основная задача данной лаборатории – это научиться изготавливать наносенсор влажности на основе органической электроники. Мы привезли разработки у фимских ученых наносенсор на основе полимерных пленок. Он реагирует на изменения влажности, и вот мы пытаемся сделать с ними прототип некого такого сенсора. На этом контроллере есть, как, в общем-то, на всех пультах. Это нижние частоты, это басы. Брали, басы, видите, прибавили. Но разница ощущаемая. Базовые навыки – именно работы с техникой, с аппаратурой. Потому что суть диджейнга иногда состоит не в том, чтобы управлять аппаратурой, но еще и, в принципе, в том, чтобы создавать музыку. Вот этой составляющей мы не будем заниматься, просто потому, что это очень долгий процесс. Если у ребят будет желание, они, в принципе, сами могут усваивать. По завершению мастерской мы планируем, наверное, скорее всего, записать какой-то небольшой сет, который будут играть ребята, в принципе, сами. То есть по очереди подходить к пульту и сводить один трек в другой. То есть мы вначале красиво, вместе, в гид.